Давайте начнем с того, что посмотрим, насколько просто назначать материалы для тонирования коридора. Я назначу несколько материалов для различных частей дороги. Пока модель обрабатывается, я объясню, что только что сделал. Civil 3D обладает уникальной системой, которая позволяет задавать материалы для тонирования по кодам звеньев коридора. Проще говоря, это значит, что если вы назвали при моделировании дороги какой-то элемент конструкции дорожной одежды асфальтом, бетоном, гравием или чем-то другим, то при визуализации вы можете назначить этим объектом соответствующие материалы. На примере этого коридора все, что мне нужно было сделать, это найти коды для дорожного покрытия, бордюра и травы, а затем назначить соответствующие материалы для тонирования. Как вы можете заметить, материалы были назначены правильно. Теперь давайте посмотрим, как назначаются материалы для тонирования поверхностей в Civil 3D. Вы можете заметить, что для всей поверхности, отображающей парковку, был назначен материал для тонирования трава. Используя маску поверхности, я могу назначить для определенной площадки другой материал для тонирования. Маска создается из полилинии, описывающей границу парковки. Продолжение следует... Теперь давайте установим на нашу площадку несколько трехмерных зданий. В библиотеку Civil 3D входит множество блоков, которые вы можете использовать в ваших проектах. Также вы можете импортировать модели зданий из Revit или AutoCAD Architecture. Продолжение следует... В Civil 3D есть очень удобная функция, которая позволяет вертикально перемещать блоки к поверхности. Я использую эту функцию, чтобы задать блокам корректную отметку. Продолжение следует... Чтобы не лучшим образом увидеть результат нашей работы, я запущу команду тонирования, в результате которой мы получим картинку презентационного качества. Пока проходит процесс тонирования, я хотел бы еще раз уточнить, что мы начали процесс визуализации с того же чертежа, который использовался инженерами для проектирования. При работе в других программах обычно приходится тратить часы, преобразуя проектные данные в трехмерный вид, для того, чтобы потом получить презентационную графику в других трехмерных пакетах. Даже без каких-либо дополнительных действий, эта модель уже была довольно эффективной в визуализации проекта. Ну а теперь, добавив материалы и произведя тонирование, мы получили впечатляющую графику презентационного качества. Это изображение можно сохранить в любом распространенном формате изображений, JPEG, BMP, а также других. А затем распечатать, разместить на интернет-сайте, или даже отправить по почте клиенту. Продолжение следует... Продолжение следует...